Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня приготовлю фигурные вкусные булочки. На пасхальные праздники многие пекут ещё рулеты, булочки, пирожки. Обязательно попробуйте этот рецепт теста. Я уверена, что он вам понравится. Перед вами все эти продукты, которые понадобятся. А точное их количество, как всегда, укажу в рецепте. Из вкусовых добавок у меня вяленая вишня и изюм. Я всё это предварительно промыла, просушила. Бумажным полотенцем. Вишню ещё немного измельчила ножом. В миску для замеса выливаю тёплое молоко. Его температура 30-35 градусов. Добавляю дрожжи. У меня прессованные, но вы можете заменить сухими. Берите их в три раза меньше. Если хотите ускорить процесс брожения, можете добавить чайную ложку сахара. Опара подойдёт быстрее. Добавляю 7 столовых ложек муки из общего количества. Набираю полные с горкой. Снова перемешиваю. Опара должна получиться консистенцией густой сметаны. Накрываю и отставляю для подъёма. На это понадобится 20-30 минут. А в это время приготовлю сдобу. Здесь у меня 3 яйца без одного желтка. К желтку я добавила 3 чайные ложки воды. Размешала и затянула пищевой плёнкой, чтобы он не подсыхал, не брался корочкой. Он мне понадобится для смазки. К яйцам добавляю сахар. Соль. Ванильный сахар. Сметану. И сливочное масло. Все продукты для дрожжевого теста обязательно должны быть комнатной температуры. Тогда оно хорошо подходит, получается пышное, воздушное. Если вы заранее не приготовили продукты, не согрели их до комнатной температуры, то сейчас вот эту вот стопу можно подогреть в микроволновке. Подогревайте короткими импульсами, перемешивайте и проверяйте. Она должна быть приятно тёплой. Прошло полчаса. Опара хорошо подошла. Добавляю сюда сдобу. И хорошо перемешиваю. Добавляю муку. И как всегда не всё сразу. 50 граммов оставляю для вымешивания на столе. Вы сделайте точно так же. Не добавляйте сразу столько, сколько указано в рецепте. Так вы не забьёте тесто мукой. И булочки получатся более пышные и воздушные. Я в некоторых видео рассказываю, что лишняя мука забивает тесто, забирает вкус стопы. Тесто получается более плотное. А выпечка из него не такая мягкая и воздушная. Тесто должно получиться мягким, но не липким. Чтобы с ним удобно и приятно было работать. Хорошо зачищаю стенки. Поднимаю всё с донышка. Там всегда остаётся сухие крошки. И замешиваю до однородности. Вот такое вот получается тесто. Здесь ещё не вся мука. Видно, что она жидковатая. Теперь высыпаю эту муку, которую оставила. Присыпаю сверху, чтобы сразу не прилипнуть. И замешиваю мягкое тесто. И вот теперь вот смотрю по тесту. Если оно очень мягкое, муку по чуть-чуть подсыпаю. И замешиваю. Под видео в описании я напишу, сколько муки мне понадобилось. Но вы уже смотрите по своему тесту. Мука у всех разная. Кому-то понадобится чуть меньше, кому-то больше. Всё зависит от её качества. От клейковины и от влажности. Ну вот, вмесилась вся мука. Теперь его надо помесить, как обычное дрожжевое, около 10 минут. Посмотрите, тесто уже гладкое, красивое, мягкое. Немного липкое, но на руках не остаётся. Вот такое оно должно получиться. Стол смазываю маслом. Тесто округляю. Миску тоже смазываю. Накрываю и оставляю для подъёма. На это понадобится где-то 40 минут. Время прошло. Смотрите, как хорошо подошло тесто. Делаю ему обминку. Пышное, воздушное. И снова оставляю. Но времени понадобится уже меньше. После обминки тесто подходит быстрее. Тесто снова хорошо подошло. На это понадобилось 30 минут. Можно делать булочки. Коврик немного смазываю маслом. Совсем чуть-чуть, чтобы тесто не плавало. Посмотрите, какое оно красивое, пышное. Из этой порции продукта получается 1,4 кг теста. Поделю на 10 булочек по 140 г. Теперь каждый кусочек делю на 2 равные части. И подкатываю в длинные батончики. Сразу тесто немного раздавливаю пальцами. Закручиваю и прижимаю. Тесто уплотняется. И стараюсь булочки не распоровывать. Чтобы они получились с одинакового веса, складываю их попарно. Смазываю маслом. Снова накрываю. И оставляю где-то на 10 минут. За это время тесто отдохнет, расслабится. И будет легче поддаваться раскатке. Теперь беру каждый кусочек. Снова раздавливаю пальцами. И раскатываю сразу в длину. А потом в ширину. Придаю ему правильную форму. Можно еще раз прокатать. Беру его пару. Снова в длину. И в ширину. На один кусочек выкладываю изюм. Распределяю равномерно по всему тесту. Один краешек оставляю свободным. Скручиваю. Скручиваю плотный рулетик, чтобы выдавить весь воздух. И прокатываю сразу по всей длине. Прижимаю немножко. Кончики делаю потоньше. А сюда вишню. По весу столько же, сколько изюма. Но она тяжелее. И более крупные кусочки. Поэтому кажется, что ее меньше. Снова плотно скручиваю. Вы можете добавить любые другие сухофрукты. Какие вы любите. И опять хвостики потоньше. И так подготавливаю все кусочки. Видите, какое тесто. Куда я его катаю, туда оно и тянется. Не стягивается. Не съеживается. Научитесь с ним правильно работать. И оно у вас будет слушаться. Не будет стягиваться. Рваться. Просто время от времени, если вы раскатываете булочки, тесту надо давать немного отдохнуть. Чтобы клейковина расслабилась. Тогда оно будет более эластичное. Сразу подготовлю все шгутики. Раскладываю их тоже попарно. А потом буду заплетать булочки. Старайтесь это делать побыстрее. Чтобы они равномерно подходили. Ну а теперь можно заплетать булочки. Беру те шгутики, которые я подкатала первыми. Тесто уже отдохнуло. Сейчас они легко раскатаются. И не порвутся. Укладываю на шовчик. Следующий так же самое. Одну сторону скрепляю. И начинаю заплетать. Смотрите, чтобы шовчики были все внизу. Сильно тесто не затягиваю. Эта косичка должна получиться равномерная. Одну сторону прокатываю скалкой. Прижимаю ее к коврику. Чтобы легче можно было скрутить булочку. И укладываю на этот хвостик. Здесь немного прокатываю, чтобы эти жгуты не раскручивались. И вот таким вот образом хвостик прячу под булочку. Вот такая вот получается. Красивая. Фигурная. Ровненькая. Гладенькая. Ну и так делаю все булочки. Пока я сделаю последнее. Первый листик у меня подойдет. И выпекаться они тоже будут по очереди. Тесто не рвется. Остается гладким. Жгутики ровные. Подкатываю хвостик тоненький. Если где-то видно шов, можно аккуратно расплести. И заплести по новой. А здесь раскатываю скалкой. И на это раскатанное тесто выкладываю булочку. Чтобы эта серединка была зафиксирована, придавлена. И при подъеме ее не вывернет ни в какую сторону. Перекладываю на листик. Обязательно на расстоянии, чтобы им было куда подходить. Накрываю пленкой. И оставляю для расстойки. И на это понадобится где-то 20 минут. Булочки подошли. Смазываю желтком. Я говорила, что добавила к нему 3 чайные ложки воды. Но у меня домашние яйца. Если у вас магазинные, то может быть достаточно будет и двух. Там желтки не такие жирные. Чтобы смазка получилась более яркая и красивая, сильно водой не разбавляйте. Смазываю аккуратно. И сейчас включу духовку на разогрев. Температура 190 градусов. За 10 минут духовка нагреется. За это время смазка подсохнет. И буду выпекать. Обязательно подсушивайте смазку. Она тогда в духовке не зажаривается, а запекается. И получается глянцевая, яркая и красивая. Всё оставляю в таком виде на 10 минут. И буду выпекать. Булочки только-только из духовки. Сразу же смазываю сахарным сиропом. На 2 чайные ложки сахара я взяла пол чайной ложки ванильного сахара и 2 столовые ложки крутого кипятка. Хорошо перемешала, чтобы сахар полностью растворился. Булочки выпекались 20 минут. Средний уровень духовки. Подогрев вверх-вниз без конвекции. Часто вы спрашиваете, почему я выпекаю без конвекции. Я не знаю, это во всех, так или у меня. Конвекция подсушивает выпечку из дрожжевого теста. Оно получается не такое пышное и не такое мягкое. Сейчас дам им немного остыть. Разрежу и посмотрим, какие они внутри. Вообще, булочки получаются очень вкусные. Из-за того, что они фигурные, корочки на ней много. А она, как вы знаете, всегда вкусная и ароматная. Посмотрите, какая красота. Какое красивое мелкопористое тесто. Достаточно вишни, изюма. Но если хотите, добавьте больше. Булочка при разрезании не крошится. Очень мягкое тесто. Посмотрите, какая мягкая. Немного липкая от сиропа. Давайте разорву. Тесто сдобное, сладкое, влажное. Но к тому же легкое и воздушное. Приготовить на нем можно не только булочки, также пирожки, пироги, рулеты. Любую сдобную выпечку. Готовьте с удовольствием. Радуйте своих любимых такой вкусной домашней выпечкой. И приятного вам чаепития! Если вам нравятся мои рецепты, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо вам огромное за лайки, комментарии. Всем пока! Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok